Поздороваться. Поздороваюсь с режиссером в камеру. Видите, лучше в объективе, как спокойно. Я одному бывшему месту говорю, что сядем, поговорим под камеру. Он меня так посмотрел, говорит, под объектив. Под объектив, да? В телеканале «Дождь». Подробности на сайте. Нет, я не работаю. Я вот против вот этого вот... Шуточек, да. Да, вот особенно, когда говоришь «садитесь», и тебе отвечает «сесть мы всегда». Или, например, мне говорят «присаживайтесь». Я говорю, можно я нормально сяду? Я вот эти неполные действия не понимаю. Ну, страна с такой определенной историей, где все глаголы имеют... Да почему мы должны быть в плену вот этого? Мы не в плену. Ну, продолжатель традиции, да. Я против. Так что я хочу сказать, что я хочу сказать, что я хочу сказать. Молодая реклама. Очень долгая реклама. Сварева у меня, главное, так еще гнала в студию. Быстрее, 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 ты опоздаешь. Еще восемь минут. Ну, уже все, да, уже ладно. Сейчас я уже согласна быть с этим. Зона уверенного приема. Радио «Радиоэхо Москвы». Эту программу транслирует компания «Сидивизор». Радиоэхо Москвы и компания «Радиоэхо Москвы» представляет программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельденгауэр. Я приветствую в этой студии журналисты Леонида Млечина. Здравствуйте. Леонид, здравствуйте. Здравствуйте, рад вас видеть. Давайте начнем с наименований улиц на юго-востоке Москвы. Одну из улиц назовут улицей Сталинградской битвы. А прежние названия не сообщают? Нет, не Газгольдерная какая-то? Нет. Я вот не считаю, когда переименуют Газгольдерную улицу, какую приличную. Нет, на территории Некрасовки вот был проектируемый проезд номер 6, 3, 9, 1. Не суть. Просто мне интересно, а почему же все-таки Сталинградская битва, а не битва за Москву? Битв-то было много славных в истории, даже если брать Великую Отечественную войну. Почему, как вы считаете, именно к Сталинградской битве так тянутся наши власти? Ну, вы знаете, в принципе, Сталинградская битва, конечно, я думаю, известна вообще всякому, и даже за пределами нашей страны, это определенный символ. Сталинградская битва вошла вот в историю, в общем, в историю навсегда, как вот символ нанесения удара по немцам. Это правда, именно Сталинградская битва, хотя на самом деле, конечно, нам, москвичам. Вот битва под Москвой, московское сражение, конечно, ближе, я вам даже скажу, что в московском сражении больше участвовало войск, и оно было невероятное. Но самое смешное состоит в том, что лучшая книга, посвященная битве под Москвой, принадлежит англичанину, а даже вовсе не русскому исследованию. У нас масса всяких книг, там военные, такое скрупулезное, расследование, что когда происходило. Это лучшая книга, дающая с пиететом и восторгом рассказывающая о защитниках Москвы, и показывающая масштаб этой битвы принадлежит англичанину, действительно. Но, тем не менее... Но Сталинградская битва... Нет, Танюшка, вы знаете, что правда, Сталинградская битва вошла в мировую историю как символ вот такого масштабного поражения, понесенного немцами, правда. От этого достойно вообще говоря. То есть не стоит здесь искать никаких старых смыслов, какое-то другое дно? По каким конкретно причинам и кто решил это сделать, я не знаю. Но что Сталинградская битва действительно имеет символическое значение, это правда. Вот если вы не были в Сталинграде, если кто-то не был там, то вот памятник этот учитель, он, с моей точки зрения, ужасен. А вот оставшийся на берегу Волги, так называемый дом Павлова, это единственное ставленное в неприкосновенности здание таким, как оно было к исходу Сталинградской битвы. Вот ты просто подходишь к нему, становишься, смотришь, и ты понимаешь, что там происходило. Вот этого одного дома достаточно понять, каким жестоким это было совершенно, какой кровью все это далось. Вот там не надо было никаких памятников создавать, гигантских, подавляющих человек. Вот один этот дом. Это, ну, действительно высочайшая точка такого человеческого духа, знаете, скажем так. И не зря Василий Гроссман написал два романа, не только «Жизнь и судьба», а вот недавно экранизированный первый свой роман, посвященный именно Сталинграду, потому что, пожалуй, нигде и никогда не было такого вот столкновения. Вот лопнуто, что там по существу на пятачке, вот за этот дом шла борьба на первом этаже немцы, на нашу, на втором, или наоборот. Нечто невероятное. Сталинградская битва, она действительно вошла в историю во всем мире. Очень многие наши слушатели просят Вас прокомментировать историю с установкой памятника Сталину на территории одной из коммерческих компаний. Это было в Якутске. На прошлой неделе были эти новости. Меньше недели прошло. Но тут, интересно, продолжается, естественно, дискуссия, и правозащитники уже к этому присоединились. Но не только они. Глава якутской епархии предлагает обсуждать установку бюста Сталина в спокойном ключе. Насколько вообще возможно обсуждение установки бюста Сталин в спокойном ключе? Сейчас, в 2013 году, в Российской Федерации. Ну, видимо, между прочим, иерарх прав, надо в спокойной обстановке. Потому что вот что произошло, если попытаться... На самом деле, коротко, невозможно. Вот я был только что в Тарту, там, в этом университетском городе, проходил некий фестиваль, посвященный времени. И меня туда пригласили, я там читал некое такое историческое эссе о течении времени. И вот все дни выступал, и, между прочим, Сталин, и отношение к истории, и история как инструмент политики, было главной темой абсолютно. Всех страшно интересовало. Ну, что произошло, если очень коротко, что произошло? Все люди на территории нашей страны, в результате того, как все происходило, чрезвычайно запутались. Потому что сначала им говорили, что Сталин великий. Потом сказали, что у Сталина есть. Были ошибки, которые партия осудила. Потом сказали, что вроде ошибок не было. Потом сказали, что опять ошибки были. Потом им сказали, что ошибки да, но на самом деле он эффективный менеджер и победитель в Великой войне. Наш народ не получил полной и правдивой информации о том, что и как происходило с Россией на протяжении последних 100 лет. Потому что ни школьные, ни университетские учебники, особенно школьные учебники, не дают адекватной картины тех страданий, которые были Россией пережитой в 20-м столетии. И в частности, они абсолютно не точно рисуют картину Сталинского управления. Поэтому людей все перепуталось в голове. И я, конечно, сам определенную усталость ощущаю после многих лет этих дискуссий. Но я понимаю, что беседовать, конечно, надо в спокойной обстановке. И людям надо предложить посмотреть на это так же спокойно, но внимательно на историю собственного народа. И они тогда сами поймут, я нисколько не сомневаюсь, что русский патриот, я еще раз хочу сказать, русский патриот не может считать Сталин никим иным, кроме как преступником. Потому что методичное уничтожение им хотя бы русского крестьянства, которое было в 20-е, 30-е годы опоры, становило хребтом русского народа, ничем иным назвать нельзя, как преступлением против собственного народа и все остальное. Но беда состоит в том, что, я повторяю, люди запутались. Зайдите в книжный магазин, перейдите через дорогу, там несколько полот, посвященных Сталину. Я не считал, но, скажем так, 97% это про сталинская литература, не имеющая никакого отношения к реальной истории. Но человек, который не знает, он приходит, смотрит, он читает с изумлением, он даже интересный, потому что такого никогда не читал. Он читает, что Сталин был выдающийся демократ, а какие-то плохие истории обкомы не дали ему возможность стать демократом. Вот она, оказывается, в чем дело. Ну и так далее. Ну, подождите, никто не может запретить людям писать книги о том, что они хотят. А то, чего не было. То, как они видят, возможно. Хорошо, чья задача объяснить человеку, что вот ты, дорогой зуб, когда придешь в магазин, ты вот эту книгу не бери. У меня есть ответ на этот вопрос. Он скажет, простой, я в письменном виде публично обратился к президенту Российской Федерации с этим. Академия наук Российской Федерации должна создать базовый курс истории России 20-го столетия. Базовый курс, не учебник, а базовый курс, в котором описать ясным и понятным языком во всей сложности того, что происходило с Россией. На основании этого базового курса должны быть написаны школьные учебники. И тогда, через 18 лет после этого, в большую жизнь вступит поколение, которое будет сознавать, что у нас за плечами, что у народа за плечами, что у страны за плечами. Тогда, не один, повторяю, патриотически настроенный человек, есть разные люди, мало ли, есть сумасшедшие, есть бандиты, ну кто бы, патриотически настроенный человек, любящий Россию, памятника Сталину не поставил. Это Леонид Милевич, он в программе «Особое мнение». Давайте к проблемам ксенофобии. Я думаю, что ничуть не менее обсуждаемые в России проблемы. Журнал «Аганёв» сегодня опубликовал очень большое интервью с Эмилем Пайеном. И речь идёт о результатах исследований под названием «Российское идеологическое безвремение в зеркале социальных медиа». Суть такая. Суть такая, значит, составлен идеологический портрет современной России. Ток наблюдений экспертов таков. Нету никакого единого советского общества, всё окончательно распалось, граждане разбрелись по иным ценностным квартирам, как пишет Огонёк. Новая идеологическая конфигурация тревожит. Либеральные ценности, как оказалось, так и не смогли прижиться. Самыми массовыми идеями стали ксенофобия и национализм, замешанные на рожде социальной справедливости. Вы согласитесь вот с таким результатом, с такой оценкой? Ну, я думаю, что да, эти настроения достаточно широко распространены, хотя они часто неосознанные. Вот я, поскольку езжу очень много по России и по маленьким городкам, и там по деревням, по посёлкам, я сталкиваюсь с огромным количеством хороших людей, просто хороших. Я специально акцентирую на это внимание, которые не во власти этих идей, это правда. Но есть немалое число персонажей, которые профитируют на этом, живут с этого, живут с ненавистью, торгуют ненавистью, живут с неё, неплохо зарабатывают, норма прибыли высокая. И бесконечно это разжигают. Ложится это на почву вот какое, на почву ощущения неудачи, потому что вот если говорить о том настроении, которое очень широко распространено у нас, это ощущение неудачи. Ну, что ж, советский проект закончился крушением, советское государство рухнуло, два десятилетия там с лишним реформы и так далее, не принесли, давайте сформулируем так, не принесли того, на что рассчитывали. С этой формулой, я думаю, большинству согласится. Вот это ощущение неудачи, оно требует, конечно, какого-то объяснения. Предъявить претензии себе самому практически невозможно. Вот, знаете, любой из нас посмотрит, скажет, как часто он себя самого видит в чём. Конечно, находятся всегда виновники чужие. Поэтому так легко распространяться. Есть ещё базовые некие конструкции, это у нас есть культурологи, которые это прочерчивают и связывают с давним противопоставлением России Западу, с привычкой находить, предполагать, что мы всегда находимся в кольце врагов, мы в осаждённой крепости. Это уже, как правило, дело рук политиков и профессиональных идеологов, которые из чистых конъюнктурных соображений, ради борьбы за власть, это всё продуцируют и впрыскивают в общество. Получается довольно жёстко. Теперь сразу же возникает вопрос, а что делать? Вот там же в Тарту очень сильно всё это обсуждалось, потому что на самом деле в Эстонии довольно много русских, русскоязычных, как они там приживаются. И в частности, там была довольно известная писательница, русская, живущая сейчас в Голландии. Она очень любопытная вещь рассказывала, говорит, что голландцы тоже, скажем, недолюбливают немцев, которые вот там через дорогу. Но голландское правительство, говорит, оно с жёсткой рукой не даёт никаким националистам развернуться. Жёсткие программы в школе, программы воспитания повсюду вдалбливаются одно и то же. Люди не делятся по этническому, там, ни по цвету кожи, ни по этническому происхождению и как далее. И это, говорит, она даёт результат. Это даёт результат. Вот и всё. Есть вещи, которые, может быть, кто-то у себя там сидит в туалете, один запершись и скажет себе, но никогда не скажет публично. И эти идеи не распространяются. Вот что важно понимать. Это если, если, позвольте, я одну сразу скажу. Если бы наша власть занялась бы тем же самым, то очень быстро, с поверхности, исчезли бы живущие, профитирующие на ненависти люди, Накал эмоций сразу бы уменьшился, потому что не надо разжигать. Знаете, если не надо сыпать соль на рану, рано заживет. Там пластырем обернул, потом подсолнечку поставил, смотришь, уже и нет. А если все время сыпать соль, то конечно. Нет, это все прекрасно, то, что вы говорите. Я просто не понимаю, насколько реально это в России, потому что это один из самых действенных механизмов. Вот так вот всех разделить и потом над этими всеми властвовать. Есть одна довольно опасная штука. Государство должно сохранять свою монополию на насилие. Как только оно позволяет кому-то другому ослабить насилие, власть слабнет государству. По-моему, власть в России активно пользуется своим правом насилие. Нет, обратите внимание, у нас след монополия с высоким уровнем преступности. И властью не в силах подавить. То есть у нас уже не монополия на насилие. Если националистические настроения получат широкое распространение, монополия вовсе будет нарушена. У нас и так, обратите внимание, северный Кавказ, как из кратера лава выплескивается в русских городах. Это и есть утеря государством по монополии на насилие. Они здесь выясняют отношения между собой, потом еще с кем-то начнут выяснять и так далее. Таким образом, национализм является опасным, в первую очередь, и единственным, для государства. Поэтому некое размышление на все счет неплохо. Ну, подождите, давайте посмотрим не на Голландию, а на другие европейские страны, где правые, ультраправые, берут свои голоса на выборах и берут их довольно уверенно. Обратите внимание, нигде они не завоевали сколько-нибудь значительного числа голосов, чтобы оказывать влияние на жизнь государства. Это существующая политическая сила. Нет, это очень важно. Всегда было, есть и будет определенный процесс процент националистов. В трудные времена их становится несколько больше. Но нигде, обратите внимание, на наши соседи континенты, нигде они не набирают такого количества голосов, чтобы определять судьбу страны. Это важно. Мы никогда не изменим людей. Есть люди, которые прененавидят соседа только потому, что он и так далее. Но не всегда таким останется. Важно сузить пространство идеологическое, в котором бы он оказывал влияние на других. Мы его не перевоспитываем смешное дело. Ну пусть ненавидят тихо в туалете, сам с собой сидим. Не давать ему трибуны, не разрешать ему выступать с экрана. Этого не надо делать. Хорошо. Про тех, кто выступает и не выступает с экрана. Еще одна проблема, которую активно обсуждают в последнее время, это уже не ксенофобия, а гомофобия. Тут на днях потрясло всю страну жестокое убийство в Волгограде. Причем там какие-то не очень понятные подробности, что вроде как молодой человек признался друзьям, что он гей, после чего его жестоко убили. С другой стороны, мы видим некоторых депутатов, которые активно работают над тем, чтобы вообще появилась такая штука, как пропаганда, гомосексуализм и прочее, прочее. И они настаивают на том, что и будут такие законы, и где-то они приняты, и прочее, 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 прочее. Как быть с этим? Ну, давайте зафиксируем, что в мире, мы просто этого не заметили, произошла революция. Причем она происходит и не сейчас на наших глазах. Одно государство с другим принимает законы, разрешающие однополые браки. Замечу, что это еще недавно не входило в программы даже самих объединений сторонников нетрадиционных сексуальных отношений, я не знаю, как надо точно выражаться. Еще недавно они этого сами не требовали. Они требовали совершенно другого. Скажем, в Соединенных Штатах, там, равенство в службе в армии и так далее, однополые браки не были их лозунгом. А сейчас практически без их особого влияния это происходит. Произошла некая революция. Это одна из тех революций, которые происходят в сфере вот такой интимной жизни, ну что ли. Была революция, связанная с появлением противозачаточных средств, которая изменила сексуальное поведение. Затем была молодежная революция, которая изменила сексуальное поведение. У нас в стране, у тебя многие говорят, что это несовместимо с традициями, там, культурными и так далее. Боже мой. Большевики в один день изменили все традиции, относящиеся к семейной жизни. Значит, развестись до большевистской революции, развестись в России было очень сложно. Женщина не могла найти развода и спасение, даже если ее муж бил, изменял ей и так далее. Ничего не помогало. Большевики разрешили просто это делать в один день. Женщина приходила, говорит, я развожусь с мужем. Мы тоже выписывали, она разведена. Исчезла дискриминация детей, родившихся вне брака, которым, значит, устали прочерк, нет отца. И потом-то опять ввели, но в тот момент. То есть в один момент была сокрушена, обсуждали все традиции, которые происходили. И общество еще не могло с этим смириться. Лето 18-го года был собор, который обсуждал, как быть в отношении законов, принятых Советом Народных Комиссаров. И одни говорят, да что вы, да что ж такое творится. Ну, я это почти цитирую. Ну, женщины, которые муж не бьют, они даже приходят и жалуются, не любят мужиков. Да всерьез, цитирую. Ну, что там, более умные иерархи говорят, ну что вы, ну посмотрите, что творится, как же так можно. Сколько происходит мужа убийств, потому что женщины не в силах вырваться из-за постылившего брака. Убивают своих мужей и так далее. То есть произошла революция. Такие революции происходят мгновенно, в одну секунду. Для революции сообщества гомиссуалистов, насколько я понимаю, было вот что. Значит, первое. Эпидемия СПИДа, которая прежде всего развернулась вот в этих сообществах, лишила, поставила перед ним сложную проблему. Умер партнер. Не похоронить его, не получить наследство, условно говоря, ничего не могли. Чистая бюрократия на самом деле. Совершенно верно. И тут возникла мысль, что, конечно, они должны быть связаны браком. Это первое. Второе. Неожиданным образом они нашли поддержку у некой консервативной части общества, объяснив им, да вы правы, когда говорите о неупорядоченности отношений. Но что может быть крепче, чем семья? И мы хотим создать семью. И они нашли поддержку. И третье. Самое важное, возможность рождения детей не в семье. Вот они просто заказывают себе ребенка и таким образом... И его усыновляют. Да, я думаю, усыновляют, удочеряют. Появились возможности для создания вот таких семей. И вот на наших глазах, то есть мы не заметили этого, на самом деле эта революция происходит по всему. Мы оказались в противофазе, потому что по разным причинам. И одна из главных, это страстное желание определенной части эстеблишмента на чем-то отличиться. Поскольку отличиться на создании законов, которые двинули бы Россию вперед в экономике, в социальных, они не способны. А здесь можно развернуться. Потому что запрет это дело простое и легкое. Находят всегда отклик, потому что действительно это кажется многим очень странным. ломосексуальной парой и так далее. С моей точки зрения, я вообще потрясен вниманием к этому. Я вот, знаете, из-за того, что возникло такое мнение, я стал читать хотя бы в иностранных журналах, что происходит. Я, если честно, в своей жизни не встречаю поклонников однопололюбивых. Я не очень понимаю вообще, почему на этом внимание на что-то так сфокусировано. Я не вижу проблемы и предметы обсуждения. Могу понять, что с людьми произошло. Но некоторые депутаты нам упорно навязывают это. Вот, я не могу понять, в каких обществах они вращаются, в каком кругу они находятся, что их это так заботит. Я не вижу этих людей, я не знаю, что мы должны этим заниматься. Что в России других, бед и проблем нету, что ли? Ну, это, наверное, вопрос все-таки к людям, которые придумывают какие-то странные законы. Я говорю, что они придумывают, но я не знаю, где они вращаются, в каком сообществе. Хорошо, а вот с другой стороны, люди, которые хотят проводить гей-парады. Ну, пусть проводят. Знаете, я, в принципе, вообще считаю, что любое проявление активности, если оно не является антиконституционным, то есть выйти на улицу, набить кому-то морду или разбить стекла, или пройти зону, всех повесим, не надо. А если люди что-то хотят, ну, пусть ходят, ну, что за проблема? Вообще, пока люди, все люди что-то хотят, чего-то добить. Люди со своими ходить, пусть ходят. Нет, если они хотят чего-то добиться, они хотят кого-то увлечь, ну, пусть ходят. Почему? Ну, что тут такого? Я не думаю. Ну, мне это, ну, при этом все равно, пусть ходят. Так, вы еще вступите сейчас за 31-ю статью Конституции про свободу собраний и прочее. Конечно, я вообще считаю, что, конечно, за свободу собрания. И даже очень важно, чтобы были люди, которые отстаивали свои идеи. Как только исчезнут эти люди, общество вообще останется и жить перестанет. Но в науку, кто двигает науку? Те, кто не согласны с основным сообществом. Как бы мы в космос бы не полетели? Да мы в космос бы даже не полетели, если бы королев не придерживался в тем, что все остальные ученые. Кому сейчас нужен этот космос? Это другое дело. Вы спросили мое мнение, я сказал. Да, потому что это особое мнение Леонида Млечина, и мы с этим особо мнением. Вернемся буквально через 3 минуты. 17.30 в Москве. На их новости у микрофона Роман Плюсов. Здравствуйте. Экспертиза признала тяжким вред здоровью, причиненный худруку балета Большого театра Сергею Пилину. Официально с результатами защиты, например, в пятницу рассказала адвокат Виолетта Волкова, представляющая интересы главного обвиняемого по делу солиста Большого театра. Именно подтверждает и пресс-служба столичного обвиняемого по делу. Ну, что известно, у тебя адвоката ключевой факт. Тут вам такие смешные вопросы задают, Леонид. Вопрос в губсексуализме. Да, вот, например, мне очень нравится вопрос. Кто хуже, казаки или геи? Не знаю, все такое вкусненькое. Вопрос в губсексуализме. Он не может занимать свою должность. Мэры подозревают в махинациях с муниципальной и землевой. В Почте России утверждает, что пожар на складе не отразится на обработке зарубежных посылок. Тем даже лучше стало, не сгорели в основном. Конечно, меньше заставлять. Вап. Да, да, да. Чем больше сгореть, тем легче обработка пойдет. Почта России несчастная, конечно. Я иногда заходил, действительно такой островок, какого-то чего-то невероятно отсталого. Там несчастные те женщины сидят, которые там лет 40. Все то же самое. У-у-у, шлеп, ничего не меняется. Слушайте, я вот сегодня заходила в Сбербанк, его вроде вот, ну, как-то перестроили весь, все там, и... Все равно, ужас, кошмар, очереди двухчасовые. А мы что-то в ремонт связаны с горкацией? Я обошла 4 отделения. От Смоленки до Арбаты 4 отделения. Везде огроменные очереди. Консультантов не хватает, операционистов нет. Лавка сидела, начальник жертвы в телогрейке был. Сейчас они занимаются такие площадя, а проблемы... А толка нет. А проблемы нет. В общем, да, с горбанкой не расслаблено. Это все радикально должно измениться, то есть нельзя так по чуть-чуть. Недостаточно поменять эмблему. Нет, 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 надо все. Наверное, нужно что-то системно менять. Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня журналист Леонид Млечин. Давайте про мультироссийские новости поговорим. Тут начался суд в Ростове-на-Дону. Над Али Тазиевым, одного из главарей, так называемого «Имарат Кавказ», но он всем известен как «Магаз». Это на самом деле очень такая яркая, интересная история. У нас террористов не рассматривает суд присяжных. У нас из этой юрисдикции вывели почти все, что можно вывести. И на самом деле это же удивительная штука, потому что, во-первых, он жив. Да, его несколько раз убивали. Его убивали много раз. Но он жив, он смог дожить до суда. И это вот такой вот, в общем-то, открытый процесс. Нет, ничего. И очень интересно, что тут, как это все будет разворачиваться. Интересно было бы, если бы там был суд присяжных, конечно, по-настоящему. Потому что это единственное, собственно, контролирующее... Орган единственный контролирующий следствие. Что то судебное, что судебное. И тогда уж точно становится качество подготовительной работы. Ну, как бы, я понимаю, что никто не сомневается в его виновности. Но делать не в этом, а делать в том, что много всего интересного должно было... Слушайте, ну, хотя бы открытый процесс. Да, очень важно. Открытый процесс. Нет, я больше это замечательно. Более того, я, кстати говоря, в Ростове был как-то на совещании именно ростовских судей, ростовского областного суда. И они все произвели очень хорошее впечатление, те судьи, с которыми мы тогда встречались. Бесель, такой был разговор между журналистами, в основном судебными, пишущими, я так случайно оказался, и судьями ростовскими. И они все демонстрировали очень высокий уровень правосознания, и разговоры были очень интересные с ростовскими судьями областными. Но вот просто суд присяжный был бы важен. Потому что очень важно, чтобы на этом процессе бы раскрылось многое, как организовано это подполье, как оно живет. Массы важных вещей, которые бы нам помогли понять, что там происходит. Никакого другого пути, кроме открытого, длительного, вскрывающего все судебного процесса у нас нет. Но если без суда присяжных, больше это будет быстро и тесно. Ну, вот по тем делам, что мы видели, рассматривали коллегии присяжных, разве у вас не возникает вопросов к этому институту, когда... Ну, может быть, не к этому институту, а к тому, как он используется в России, когда мы видим, что коллегии распускаются, потом после вынесенного вердикта опять рассматривается дело. Зачем тогда нам такой суд присяжных? Ну, согласен, конечно, коллегия присяжных может быть распущена в исключительных случаях совершенно очевидных, а повторное рассмотрение дел в принципе невозможно, кроме тоже совершенно невероятных случаев. Конечно, все это нарушается. Тем не менее, наличие коллегии присяжных все-таки позволяет рассчитывать на более высокий уровень судебного рассмотрения дела, судоговорения. Потому что, ну, как тоже в этой студии это обсуждали, вопрос, ведь предварительное следствие, это ведь только подготовка к суду. Все решается в зале суда. И то, как представляют доказательства обвинения и защиты, это только есть реальные аргументы, которые суде и суд присяжным должен учитывать. Поэтому никакие показания, которые когда-то у кого-то где-то при неизвестных обстоятельствах были получены, значения не имеют. Вот выходит свидетель, говорит, а присяжный на него смотрит и верит ему или не верит. В этом вся штука. И это только позволяет добиться все-таки максимально точного судебного решения и приговора. В принципе, надо по возможности бороться, скажем, за хоть минимальное сохранение суда присяжных. Давайте про международную политику тоже поговорим. Тут в выходные прошли выборы в Пакистане. И надо сказать, что эти парламентские выборы, они интересны многим. Ну, например, тем, что правительство смогло проработать. В первый раз за все, столько пять лет она смогла проработать. Отведенный срок. А вообще, насколько ситуация в Пакистане, она как-то движется в нужном направлении и развивается правильно? Она развивается в самом страшном направлении. Эта страна истекает кровью и, так сказать, на грани распада. Это могло бы, в общем, никого не интересовать, если бы у Пакистана не было ядерного оружия. Если бы он не составлял в определенном смысле единого целого с Афганистаном. Два. Афганистан очень близко находится к нам и к нашим союзникам. Афганистан уже наша прямая главная. Вот именно, да. А я не могу сказать, не разъединяю. Потому что Леонид Дюранта, которая разделила когда-то Афганистан и Пакистан, была проведена на живую нитку и пушту на ней, и там, и там живут, и никакой границы этой не признают. И Талибан, который был когда-то, сложился как явление на территории Пакистана для Афганистана, уже теперь процветает в самом Пакистане. Тут самое потрясающе стоит вот чем. Когда в 1947 году Британская Индия разделилась на два государства по этническо-религиозному принципу, то Пакистан, это провинция северо-запросто, снова из мусульманского населения. Эти два государства, Индия и Пакистан, начинали с одинаковых стартовых позиций. С одинаковых стартовых позиций. Но теперь смотрите, что такое Индия. Несмотря, это же невероятный конгломерат религий, языков, этнических групп, страна, которая была когда-то невероятно нищей, смотрите, как она, какую прогресса с 1947 года она добилась, фантастическую. Она входит в число, так сказать, стремительно развивающихся стран, входит в БРИК, там, лучшие программисты в Индии и так далее. Невероятный прогресс. Пакистан, одно из самых государств, находящихся в катастрофическом положении. Там же просто выборы шли под грохот взрывов и убийств. Сын от бывшего премьер-министра похитили, убили, взрыв. Там сообщили о тактах больше, чем сообщения о выборах. Совершенно верно. Я следил за этим просто очень внимательно. Талибы просто не... Пакистанский талибан не признает этих выборов, и это будет иметь катастрофические последствия. В чем причина? Вот в чем. Потому что в Индии, несмотря на все сложности, Индия всегда шла по демократическому пути. Там никогда не вводилось в военное положение. Это самая большая в мире демократия. Пакистан же. Там, к сожалению, создатель Пакистана, Мохаммед Айджинна, умер от туберкулеза и рака легких вскоре после создания государства. Оно осиротело. И с тех пор там что происходило? Вот только они там придут выборы, создадут правительство, военные его распускают. Говорят, ну сейчас это же коррупционное правительство, мы наведем порядок сейчас. И так половину исторического времени, которое прожило Пакистан, доправили военные. А закончилось вот в чем. Из-за того, что военные всегда мешали нормальному развитию этому государству, они воспитали там самое страшное. Неграмотных и озверевших исламских радикалов, которые теперь уже убивают и военных тоже. То есть отказ от демократии ведет страну к полной катастрофе. Экономически. Это невероятно бедное государство. Политическое, потому что там ничего не может работать. И вот просто ставят на грани распада. Вот что такое. Вот как интересно и важно нам опыт Пакистана. Что должно, да, вот как раз я про Россию, что должно произойти у нас, чтобы вы сказали, что мы тоже пошли по пути отказа от демократии. Ну, там к институции поменяли, или там выборы как-то не так провели. Это же все шаги по пути к отказу от демократии или нет? Я бы так сказал. А когда на территории нашего государства демократия имела возможность утвердиться? Ну когда это было? В 17-м году, с февраля по октябрь. И уже как-то в наше время, не знаю, с конца 80-х, там и 90-х, очень небольшой период. Это очень мало. Это вот у Пакистана тоже было мало, это исторического времени. Это все попытки. Для утверждения демократии нужны десятилетия. А всегда возникает соблазн. Ну смотрите, это хаос, смотрите, какая коррупция, смотрите, все не так, сейчас ведем твердой рукой, и уж тогда все получится. И Пакистан покажет, что ничего не получается, катастрофа. Вот страна это просто на грани развала, который грозит всем. Просто надо этот опыт учитывать. Тогда хорошо, объясните мне, почему у кого-то получается, а у кого-то нет. Где вот, это что, это роль? Сильная рука? Нет, не сильная рука. Как раз-таки способность отказаться от сильной руки. Это что, роль какого-то отдельного человека, лидера, или готовность, или неготовность народа? Ну, давайте скажем так, если брать пример Индии и Пакистана, то, конечно, Индии больше повезло с истеблишментом, но колоссальную роль сыграло наличие лидеров. Вот Джабахарал Неру, это семейство Ганди, при всех их недостатках, все-таки находились в рамках демократии. А в Пакистане, говорю, Джинна умер, и не было рядом больше ни одной сильной фигуры, которая бы поддерживала важность демократических целей, осознавала бы, и своим примером показывала бы их ценность. Там были довольно сильные, крепкие фигуры, там, и Пхут, отец Беназир Пхута, убитый несколько лет назад. Ну, он тоже, он хотя сам стал жертвой военного периода и был казнен президентом Зеряухаком, генералом, но, тем не менее, он тоже был сторонником авторитарного пути. И всем казалось, что, ну, что тут так долго договариваться со всеми, как она, ну, так твердой рукой вроде решила, все правильно. Ну, если говорить про Россию, то тут твердая рука, она так ведет, мягко, плавно и вперед. Нет? Ну, твердая рука всегда... 14 лет. Твердая рука всегда не очень хороша. Почему? Потому что она лишает людей привычки и традиций к самоорганизации, к самореализации, всему тому, что организм должен функционировать сам. Его нельзя держать на искусственном дыхании. Хотя, как суть, неплохая штука, лежишь, ты тихо, подключили, за тебя дышат. Но как только отключили, организм обычно перестает... Жизнь здесь оканчивается. Нет-нет, организм должен дышать сам. И в трудных условиях начинать, а потом ничего, тренировать. Сначала 100 метров проезжал, потом килотон смотришь в марафоне участвовать. Да, дожить бы нам до марафона. Спасибо большое. Это была программа «Особое мнение», в которой сегодня выступал Леонид Млечен. Большое спасибо всем. Счастливо. Так, спасибо. Особое...